Беседа после землетрясения Хотя нам болезнь воспрепятствовала участвовать вместе с вами в духовном торжестве, но вас не привела в расслабление тяжесть путешествия. Хотя вы пришли сюда с трудом, утомленные, совершенно облитые потом, на словесные учения, и мою болезнь обратила в здоровье, и ваш труд облегчила песнопением. Посему и я сам, страдая болезни, не связывая языка с своего молчанием, и вы, утомленные, не отказываетесь слушать. Но как только явилось слово, труд удалился. И как только открылось учение, утомление обратилось в бегство. Болезнь и труд принадлежат телу, а учение есть дело и врачество души. Но сколько душа выше тела, столько и дела ее предпочтительнее. Поэтому не только тогда, когда препятствует болезнь, но и когда встречалось множество других препятствий, я не переставал быть единений с вашей любовью, не отказался быть и сегодня на этом прекрасном празднике. Досели мы были пригвождены к кодру болезни. Но Бог не попустил нам совершенно истомиться от голода. В самом деле, как для вас голод не слушать, так и для меня голод не говорить. Так и мать часто, больная, соглашается лучше допустить, чтобы дитя кормило себя грудью, нежели видите его томящимся от голода. Пусть же будет приведено в напряжение и мое больное тело. Кто не пролил бы охотно самую кровь свою за вас, мужей, пламенеющих таким благочестием, такой любовью к слушанию, являющих такое раскаяние в краткое мгновение времени? Вы не знаете дня и ночи, но и то, и другое время обращаетесь в день, не воздух изменяя, а все ночными в день и просвещая ночи. У вас почти ночи без сна, и власть сна прекратилась, так как любовь ко Христу победила слабость естества. Вы освободились от условий телесного бытия человеческого, подражая силам бесплотным, являя неусыпное бодрствование, постоянный пост, столь тяжелый труд путешествия, тяжелый труд по естеству, но отдохновение по произволению. Таков вот страха. Такова прибыль от землетрясения, прибыль никогда не утрачиваемая, прибыль и бедных, делающих богатыми, и богатых еще более обогащающие. Она не знает бедности, не знает богатства. Случилось землетрясение и удалило неравенство в жизни. Где теперь одевающиеся в шелковой одежды? Где золото? Все это исчезло, рассеялось легче паутины, и оказалось мимолетним цветов весенних. Но так как вашу душу я вижу приготовленную, то хочу предложить вам обильнейшую трапезу. Я вижу, что тела ваши утомлены, но душа цветет юностью. Обильны потоки вашего пота, но они очищают совесть. Если борцы проливают даже кровь свою за лавровые листья, которые сегодня даются, а завтра увядаются, то гораздо более вам, вышедшим на поприще подвигов, должно не уклоняться от подвигов добродетели и не ослабевать. Ваше собрание – венец для меня, и один слушатель из вас для меня равносилен целому городу. Некоторые наполняли чаши доверха, другие учреждали сатанинские пиршества, иные приготовляли обильную трапезу. А вы совершили такое всеночное бдение и очистили весь город шествием святых ног ваших, перемерив площадь шагами и сделав самый воздух святым. И воздух становится святым от песнопений, как вы слышали сегодня, от Бога, сказавшего Моисею. Вот место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Вы осветили землю и площадь, сделали город для нас церковью. Как бурный поток, протекая неся, с великой стремительностью, низвергает все. Так точный поток духовный. Река Божия, веселящий град Божий, наполнился водами и очистил грязь нечестия. Нет ни одного развратного, или лучше, если есть какой-нибудь развратник, то он исправляется. Он слышит голос, и душа его преобразуется. Наступает песнопение, и нечестие удаляется. Страсти корыстолюбия обращаются в бегство. Если же не обращается в бегство, то, подобно тому, как дикие звери зимой скрываются в своих пещерах, так и невоздержная душа скрывается внутри. И подобно тому, как змеи от холода, сковывающего тела их, уходят в глубочайшее убежище, так точно эти страсти, неблагородные и рабские, скрываются как бы в какую глубину. Без сомнений, и сами носящие в себе эти страсти, стыдятся их, хотя они поносят их, но уже мертвые. Вместо зимы для них служит наше песнопение. Достигает до слуха человека любостяжательного этот голос, и он, если не истребляет страсть, то умерщвляет эту страсть. И достигает до слуха человека развратного и гордого, и он, если не умерщвляет слоза страсти и гордости, то скрывает это слоза страсти и гордости. А немаловажное дело, если порог не заявляет о себе открыто. Говорил я и вчера, что велики плоды от землетрясения. «Видите ли вы человеколюбие Господа, потрясающего город и утверждающего душу, колеблющего основания и укрепляющего помышления, показывающего непрочность города и делающего сильную волю?» Обратив внимание на его человеколюбие, он поколебал недолго и утвердил навсегда, землетрясение на два дня, а благочестие должно остаться на все время. Ненадолго вы опечалились, а навсегда укоренились. «Я хорошо знаю, что от страха Божия благочестие ваше получило корень, и если будет успокоение от бедствий, то плод останется. Уже не будет больше терней, подавляющих его, и сильный дождь не затопит его. «Хорошо возделал вас страх, послужив мне, союзникам в слове». Я замолчу, но основания говорят «Я замолчу, но землетрясение громче трубы». Возвышает голос, говоря «Щедрый, милостив Господь, долго терпелив и много милостив, и пришло не для того, чтобы погрести вас под развалинами, но чтобы укрепить вас». Так говорит землетрясение восклицает «Я устрашила вас, но не для того, чтобы огорчить, а чтобы сделать вас более внимательными к себе». «Слушайте со вниманием эти слова. Так как беседа становилась бессильной, то возгласила наказание. Так как учение ослабевало, то прибыл на помощь страх. Это сказать вам кратко пришел я. И делаю свое дело. Когда приведу вас в сокрушение, тогда и преподам вам учение, дабы это учение не было бессильным. Нашедшие камни и произрастившие тернии, я ощущаю Ниву, чтобы потом бросать семена учения щедрой рукою. Потерпели ли вы какой-нибудь вред, опечалившись на краткое время? Вы сделались из людей ангелами, переселились на небо, не по месту, а по нравам. А что я не ищу вам, говорят о свидетельствах дела, чего не достает у вас для покаяния? Вы отринули ненависть, удалили низкие страсти, насадили добродетели, имели силу провести целую ночь в священном бдении, с великой любовью и возвышенным настроением души. Никто не вспоминает о прибылях, никто не говорит о любостяжании, и не только руки чисты от грехов, но язык свободен от беззакония и злословия. Никто не оскорбляет ближнего, никто не идет на сатанинские пиршества. Домы чисты, площадь омыта от нечистот, наступает вечер, и нигде сонмы юноши не подают, театральных песен не поют. Собирается сонмы, но не для разврата, а для добрых дел. И на площади можно слышать песнопение, и в домах сидят, одни воспевают псалмы, а другие священные гимны. Наступает ночь, и сей тут церковь, эту безмятежную пристань, тихое прибежище, свободное от волн. Я думал, что после первого и второго дня бессонница изнурит ваши тела, но теперь тем более продолжается бдение без сна, тем более усиливается ваше усердие. Поющие у вас утомились, а вы оказываете юношескую бодрость, поющие у вас обессилели, а вы еще более укрепились. Где теперь, скажи мне, богатые? Пусть они узнают любомудрее бедных. Они спят, а бедные на земле не спят, но преклоняют колено, подражая Павлу и силе. Те пели и поколебали темницу. А вы поете и привели в недвижимое состояние колеблемый город. Окончание действий противоположено, то и другое дело славы Божией. Он, Павел, поколебал темницу, чтобы потрясти душу неверных, чтобы разрешить темничного стража, чтобы возвести слово Божие. Вы же привели город в недвижимое состояние, чтобы прекратить гнев Божий. И то, и это устроено различным образом, но я радуюсь. Не тому, что пришел в недвижимое состояние город, но тому, что он приобрел эту неподвижность при помощи ваших молитв. Что ваши песнопения послужили для него основаниями. Свыше гнев, а снизу ваш голос. Свыше нисходящий гнев удержан голосом, восходящим снизу. Отверглись небеса, и произнесен был приговор, изощренный меч. Город должен был сравняться с поверхностью земли от неизбежного гнева. И ничего нам не потребовалось, кроме покаяния, кроме слез и стенаний, и все было прекращено. Бог изрек приговор, а мы прекратили гнев его. Не погрешил бы тот, кто назвал бы вас защитниками и спасителями города. Где начальники? Где великие хранители? Поистине вы и крепость, и стена, и охрана города. Те своим нечестям расшатали город, а вы своей добродетели укрепили город. Если бы кто-нибудь спросил, от чего поколебался город, то хотя бы никто не отвечал, несомненно, что это за грехи, за крестолюбие, за несправедливость, за беззаконие, за гордость, за похоти, за ложь. Кого же? Богатых. Также, если бы кто-нибудь спросил, от чего опять получил свою неподвижность, то, несомненно, что это за песнопение, за молитвы, за стеночное бдение. А это кого? Бедных. Поколебать город их дело, а возвратить ему неподвижность ваша. Так что вы стали его спасителями и защитниками. Но здесь мы окончим слово, продолжая стеночное бдение и песнопение, и восшелая славу Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.